Ну, мы потихонечку уже движемся к концу, и я предлагаю желающим задать вопрос. Мы вот перед началом, кто успел, тот успел взять вопросики. Желающие могут спросить, кто хочет задать вопросы автору, а автор коротко по возможности на них ответит. Что-нибудь есть интересное сейчас? Ну, у меня сразу вопрос, Василий, а к чему это так правда, что здесь прозвучало? Камчатские литераторы-то обошел ты их или боишься? Ну, почему бы нет? Они вот близко настучат. Такие достатные у тебя, Саша. Ну, почему бы? Это же неожиданный вопрос. Мы Владимира Лима обсуждали на этих самых... Ну, Лимцевых тихий, он, конечно, ничего не... А вот, например, обсудить кого-то другого. Сашляева. Ну, смотрите. Соп. Нет, там же Лимцевых прав. Нет, ну, все-таки, все-таки. Ну, все-таки, если вы у вас разрубили. Ну, приходите к нам на клуб, и будем все вместе обсуждать, понимаете, как вы... Ну, вам приходить на клуб. Ну, смотрите, должна быть мотивация. Я так понимаю, что ты берешь книгу, и потом ее на ней что-то пишешь. Он, я поняла, что говорит, Василий, у нас в библиотеке действует группа, группа, как это... Читаем вместе. Читаем вместе, в молодежном отделе. Они выбирают книгу месяца и читают. То есть, несколько человек... Ну, а мы все-таки, как вовремя, как в exemple, получается. Так это нам, наоборот, гораздо лучше. И второе, я вам все-таки не уяснил. Ты критик литературы или критик критиков все-таки в конце-то концов? Ну да. Вот вы ответили на свой вопрос. Я критик... Я как-то не более. Ну да, я поэтому ей говорю. Я... В отношении литературы я читатель. Который просто записывает... Ты читаешь литературу, а не только критиков, но и литературу. Да подождите, я уже не докончил. Литературу я читаю и свои впечатления просто описываю. А критиков я критикую, то есть еще там какую-то неувязку. Поэтому литературу я не критикую. Литературу я читаю и излагаю свои просто соображения. У меня нет филологического образования. Понимаете? Я не оканчивал, филфак русский. Ты сказал, мы филологи. Я филолог англо-немецкий. Поэтому у меня, скажем, какой-то... Надо было говорить, мы англо-немецкие филологи. Нет, филологи, это... Ну смотрите, это как библиофил, это книголюб. А филолог просто человек, который любит читать. Ну ты все поняла. И вот из Минков, да, вот ты так... Подождите, вот из Минков, мне, например, нравится. Глубокий, очень хороший, критик. Никакого слайда в нем не вижу, честно говоря. Потому что он о тебе не написал. Вполне возможно. Но, вот те произведения, те авторы, которые он критикует, тебе вообще-то знакомы? Или тебе знаком только он? Ну что он, по-моему, за рюкку критиковал? Ну и хотя бы ее. Ага, то есть... Зачем читать такую литературу, которую критиковал критика, если ты критикует всего лишь его, а не литературу? Ну вот поэтому вот эти вот все нюансы, они как бы вот... Немножко вот правильно Петров сказал, что не читайте Ширяева, потому что я не вижу, а смысл какой читать критику на критику? Не вижу смысла. Читать критику на литературу? Да, я вам с удовольствием. Я люблю читать, наверное, больше критиков. Того же Лютова, того же Кузьминкова, ну и других, как Маслова. Но они больше, конечно, литературоведы, но они и критики. Критика, это тоже литература. Это, конечно, критика критики... Ну это однообразно. Это, как говорят, это гвозди, забиты их проще, да, забивать, чем читать всю эту длинную войну. Зачем войну читать, когда можно прочитать что-то... Подсматривается подсматривающе. Ну, в общем, вот у меня весь такой вопрос, я так и не понял. Васю, я вижу, что всем глубокий. Человек умный, да. Ну, какая польза для литературы от Васи Ширяева, я так и не понял. Ну, можно я отвечу? Я вот просто... Ваши, ты заедешь. Так и не можешь, я хочу ответить тебе. Я же погрузилась в книгу, и у меня тоже был такой вопрос. Я говорю, у меня с самого начала, еще с десятых годов, вот когда про Васю заговорили, стали писать, там, журнал «Октябрь», его публиковали, там, еще где-то. Даже не его публиковали, а о нем говорили. То есть я даже не знаю, о чем именно, но вот там все воспудоражены, весь литературный мир. Я пытаюсь читать, я не понимаю. Но я же привыкла читать как раз быстро, с налета, мне нужно быстро все проглотить и побежать дальше. А тут я читаю, я спотыкаюсь на каждом слове, для меня это так, для моего температуры это сложно. И у меня тоже был такой вопрос, а какой смысл для литературы? Потом я поняла, вот я почитала книгу, на самом деле смысл в некотором роде есть. Во-первых, как мы понимаем, критическое сообщество – это тоже некое достаточно стабильное сообщество. Она очень успеет. Да, пробиться туда очень сложно. И когда вот это критическое узкое сообщество о чем-то говорит, очень большой риск того, что они зазнаются, понимаете, они там где-то там между собой, что такое происходит, друг друга не трогают. И получается, появляется Василий, который единственный на всю страну, он вдруг посягает на то, что посягать нельзя. Это вообще постановая принципиология. Да, понимаете, одно дело – покусать автора. Художника обидит каждый. Другое дело – замахнуться на критиков. Как это сделать? Это уже вопрос. Ну вот Василий сделал это так. И он нашел такой подход, который их заделал. Катя, а вот ты говоришь, что шумела вся Россия. Литература для России. Литература для России. Ну мы вот тоже часть литературы России. Мы уже не слышали. Да, хорошо, мы слышали. А вот когда вы что-то с Тадыни о том, что они с Тадыни будете отправить критикам, тогда вся вся страна основала. Спасибо. Нет. Что-то это должно быть. Это ведь, ну, мы все просят в сети. Нет, мы просто все соскучились по времени, когда товарищ Сталин был верховным литературным критиком. И как бы раздавал плюшки. И мог вот реально сыграть. Мог квартиру дать, а мог отправить туда не будет. Просто хочется читать реальную критику, реальную умную критику на реальные умные книги. И все так и ждали. Думая... Вы путаете, вы путаете критику. Сейчас мы надо лить в боку. А грудь отрочек были неопрогенны. Пошло, пошло. Пошло, откусатели. У-у-у-у-у-у-у-у. Пошло, сынок. Переразницы, приехали, без морж. Пропустите, я бы в пыло. Дайте туда. Тихо, живите. Почти, я бы в пыло. Пошло. Пошло. Вот Петрушок, Абсолютно последний счет. Хача, ты представь человеку. Сейчас Петрушок, Январьевич Торночев, Отром. Я что не хочу сказать, что он, если бы вот такой живой разговор здесь получил, значит, Василий существует не зря. А как он пошел? Кого критиковать? Ну, это он сейчас новострится критиком. Он к ним войдет туда, они его признают. Он станет там, вверховодитель. А потом начнет литературу. Ну, там его не хочется. Нет, 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 вы еще жить и жить, и поэтому это самое. А потом мы издали от него это. Мы этого от него издали. И вот, и вот, Саша, мне понравилось его критикой. Не читайте. Ну, это его смартфон. Я потом скажу, что не читайте, пока вы не прочитаете. У нас минимальный список. Теперь все прочитают. Ну, нормально. Может, не можешь переделать? Да, Балайк тоже знал. Теперь мы узнали, что о нем там живет Россия. Хотя мы здесь не знали. Пусть еще там прочитают. Россия прочитают стихи о солдате. Стихи о солдате не знаю, кто просит. Стихи о солдате. О неизвестном солдате Мандельштаба. Нет. Подождите, я самое главное хотел сказать. Вот мы сейчас тут что-то делим литературу. Я же говорю, ребят, через год, через год уже будет стопроцентная неграмота. Через пять лет уже языка не будет. А мы все будем там делить. Это во-первых. А во-вторых, молодежь, кстати, молодые критики совсем действуют по-другому. То есть вот они поработали, сейчас вот Лебеденко такой есть. Они поработали там на Москве критиками, а потом выпускают. То есть какой-то коррупцией дружбы отрасли, а потом выпускают книжку. Понимаете? А вы тут немножко еще путаете, они потом выпускают какой-то свой роман. И из-за того, что у них уже наработаны связи, они ждут, скажем, каких-то ответных положительных рецензий уже на свой роман. Вот как делают на Москве критики. А я не критики. Я же с самого начала говорю, вы немножко путаете еще номенклатуру. Что есть литературоведы, которые должны знать действительно литературу. И должны знать, скажем так, литераторов. Они должны читать и плохую литературу тоже. Не только вот всякие вершины типа Толстого. Есть обозреватели. А какие уроки надо? Литературные. Давай, давай, мы уже знали. Это тоже, это не грешно. Дело не в этом. И потом есть просто вольные читатели, как вот этот самый Достоевский, дневник читателя. Понимаете? Дневник писателя. Дневник писателя. Ну, неважно. Это тоже писатель. Это, наверное, разница. Да. Хорошо, вернемся к вопросам. Это все разные вещи. Вернемся к вопросу о стихах. Нет, у нас будет запрос, пожалуйста, зачитайте ваш вопрос прям с места. Только, Вася, прям коротко и четко. У нас времени уже много. Мы сейчас вот коротенечко сворачиваем. Читайте, пожалуйста. Ну, вопрос достался и мой. Я бы, конечно... Ну, спросите свой тогда. Одну секунду. Я бы, конечно, задал, если бы я прочитал вот эту книгу, когда бы интересно было, чтобы вы самому подняли. А уже вот этот вопрос, чтобы не достался, я все-таки задам, конечно. Что читаешь прямо сейчас? Вот пишет. Подсказка коридора власти с нового. Так, ну коридора власти с нового. Отсюда есть, видите, может, я задам еще вопрос, который традиционный задам. Ну, я сейчас читаю, вот колодцы, колодцы, пишу комментарии книг, потому что многие не поняли. Потом комментарий, комментарий. Потом комментарий, комментарий. И читаю книгу о переводе Давида Беллса. Это будет маргиналь. Это будет колодцы, колодцы. Колодезные колодцы. Ну, понятно, мы название немножко объясняли. Конечно, что-то понять. Ну, от себя еще такой был вопрос, да, традиционный. Согласны ли вы с тем, что классиков надо перечитывать? И в связи с этим ваша настольная книга, есть ли у вас такая, к которой нужно возвращаться? Ну, кстати, Александр Александрович в своих произведениях некоторых указывает, что у него есть книги, которые постоянно перечитывают, вот, и таким образом. Ну, и вот, чтобы понять вас, вот я вам задаю вопрос. Если у вас такая настольная книга, к которой вы возвращаетесь, и кому вы отдаете приоритет из классиков, вот. Ну, очень банально ответил, самые любимые романы в мире, и самая моя любимая книга, это Анна Калинина Толстого, с детства читаю со школы. Вот, это самое такое. Ну, хотя у него там и Хаджимурат, и рассказы очень крутые, «Смерть Ивана Ильича», и «Война и мир», ну, «Воскресенье» там менее, так интересно. Ну, вот Толстой — это самый крутой писатель. Хорошо, вы там еще вопросы задали? Мы сейчас прям быстренько времени много. Ну, ты шел из зала. Я шел сюда, не знал, как бы вопрос задать. Спасибо организаторам, что вот они его мне дали. Я понимаю, что я его и не хотел задать. Вкратце поясни за бабло. Вопрос звучит так. Платят и издатели, и писатели за рецензии критикам? Нет, конечно. Смотри, там коррупция выстроена немножко по-другому. Вот Галя Юзефович, книжка стоит. То есть, она рекламирует какие книжки? Она рекламирует книжки из редакции Елены Шуминой. Ну, это такое сейчас самое... Это считается сейчас самое главное такое издательство литературы в стране. Соответственно, она рекламирует книжки, которые выпускаются в издательстве, в кабинет Елены Шуминой. Редакция Елены Шуминой. Соответственно, потом книжки самой Галли выходят опять где? Слег раз догадайтесь, в редакции Елены Шуминой. И при этом заметьте, значит, кто у нас? В той же редакции Елены Шуминой одновременно печатаются и Прилепин, и Быков. То есть, люди, которые как бы с виду друг друга терпеть не могут, они в одной редакции печатают. Ну, в принципе, они друзья, они там как бы ругают. Нет, по-моему, они все-таки не друзья. Но это не важно, как бы, друзья или не друзья, но... Так платят или нет? Книж не ладно. Ну, ты как-то монетизируешь вот это свое слово? Платят? 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 Крайне мало, крайне мало. Заработать нельзя. Заработать нельзя, понятно. Но, как бы... Давайте мы... Хорошее. Дима, вопрос читай. Ну да, но тут только как бы ко мне пришел вопрос не только, который я хотел спросить, но я задам, а потом еще и свой. Как дошел до жизни такой? Почему-то мне такой вопрос пришел. А вообще, я хотел спросить вопрос, как относишься к авангарду 20-х годов? Ну вот, Веденский, Заболоцкий и все такое вот это вот прочее. Ну, вообще, я больше люблю из 20-х годов Блока. То есть, у меня вообще очень мэнслимные вкусы. То есть, вот Толстой из 20-х годов Блока и кто там? Дарковский. Ну, Дарковский, который продолжал, в общем, Блока. Арсений, Арсений. Вот. С авангардом у меня Блока, но я не знаю. И Михаил Дарковского как? Михаил, ну, в принципе... Ну, смотрите, опять-таки, вот тут, кстати, есть такой коррупционный момент. Дело в том, что я не то, что земляк, но я был в тех местах, где просто нравится, как он описывает все эти места, потому что я сам там был. Вот. И видите, я уже не могу быть объективным в этом плане. Ну, как сказать, ну... Ну, как... Ну, нет, смотрите... Видите, мне... Мне это... Мне это Арсений нравится. Не только... Я понимаю, что ты о Камчатцах не пишешь. То есть, ты побыл на Енисея и не можешь писать о Мисе Арсений. Ну, смотрите... Ты на Камчатке не можешь писать о Камчатцах. Ну, это же организоваться надо. Видите, что здесь о Камчатцах? Я живу отсюда в 50 километров. У нас, знаете, Камчатка тоже... Камчатка, она будет и для вулканов. Навряд ли. Да. Так, хорошо. У нас не... У нас прям... У нас же блиц-запрос. Блиц-запрос. Обсуждать вы, если хотите, может, после восьми. И еще... Стихи про хорошего солдата? Так нет, не готовили стихи читать. Ну, у меня есть только стихотворение про город Питер Павловс. Есть, кроме Питера, Питер, есть еще Питер и Третий. И есть еще вот Дума Владимира Атласа. Ну, мы ее читать не будем. Длинно уже времени много. Вопросы еще? Вопросы? Да. Задний ряд. А потом Сергей тебя спрошил. Может, где бы пить книгу? Ага. Ага. Вопросы хорошие. Упс. Ну, вот у меня осталось где-то... У меня осталось всего восемь экземпляров. Ну, потом я еще нам надо заказать это. Я не знаю. Можно попробовать, конечно, организовать, действительно. Знаешь, как... Нет. Восемь экземпляров у меня есть. Ну, и у тебя заберут, я думаю, писатели. Ой. Еще один вопрос. Чуть-чуть позже. Чуть-чуть позже. Да, вопрос. Подожди, Сергей. Еще одна. Отлично. Я хотел спросить, Вася, у тебя другой вопрос. Ты не думал, как-то... Не слышно. Мальчики на первой парте. Не слышно совсем. Катя, мы решаем вопрос о приеме, Вася, в союз писатель. Давайте потом порешаем. Потом порешаем. У нас вопрос о Сергея Поломаря. Не думал ли ты как-то тесно обобщаться о художниках, которые занимаются написанием Кобица? Потому что вот комиксы, на мой взгляд, это вот тоже такая возможность такого блестящего и достаточно легкого, и в то же время побуждающего к некому дополнительному знанию жанра, который мог бы освещать литературу. В принципе, уже в комиксах выпускают Фрейда, Фириософов выпускают в комиксах. Но им не хватает, на мой взгляд, твоей легкости. То есть ты не с кем... Не знаю, у нас на Копчатке есть такие? Ну то есть ты хочешь предложить делать подписи под комиксы, так же, как ты делаешь сихотворные подписи под неприличные комиксы, под неприличные комиксы. В 12 стульях был такой оригинальный персонаж, если кто помнит, Ависсалом Владимирович Изнуренко, который как раз сочинял эти демотиваторы, мемы 20-х годов. И у него травма, как бы... Трагедия жизни у него была в том, что он не мог подписаться. То есть он сочинял юмор, но его никто не знал, потому что там две строчки, и он не мог там поставить свою подпись. Это вообще трагедия как бы времени метамодерна, потому что всего стало много, и всего этого... Ну да, я слышал, что рынок комиксов растет, просто мне это... Надо подумать об этом. Ну что художники? Художники, которые будут рисовать комиксы, а критик будет подписывать, да, картинки на критиков. Есть еще вопросы? Сейчас, да. О, Боя. Тут все с бумажкой. Все с бумажкой напечатали уже заранее. Мы проставили бумажку. Где-то в частности опубликаем, да, несколько вопросов было повторено, но ни одного прямого ответа так и не получено. Например, ты критик или критик-критика, то почему Камчатских не критикуют? Я ни разу не ответил прямо на вопрос. А я думаю, не заняться ли тебе политикой? Это мужу такие... Василий Оширяевов, политику! Президенты! Далой критику! Дай политику! Я говорю, я критик... критика? А почему не критикуешь? Псаки, например, уже перспективная... Ну... Я просто не смотрю... Я хирую все новостей, я читаю только книжки. Да и даже у меня взыграл... Ну, как бы он автор, он же как видит, так пишет. Нет, смотрите, вы все путаете. Вы немножко путаете литературоведа, критика, обозревателя, критика критиков, пародиста и так далее. Никто не называет почему-то критиком Пушкина, хотя у него целый тон критики. Понимаете? Или Блока. Все должны... Почему... Я могу вам вернуть этот ответ. А почему вы, камчатский писатель, не пишете критику сами? В чем проблема? Вот вы все писатели, а почему вы не пишете критику? А я забыл. Саша, у тебя кто в последних... Вот Саша только на меня критику написал и все. Почему одна сторона и написала? Критику может писать каждый. Может и должен. Следующий вопрос. Так, я не задаю. Можно? Да, 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 спросите. Да, спросите. Вы не принимали... К чести... Вы не принимали? Не волнуйтесь. Это было года два назад. К вам приходила женщина. Вы не принимали тогда? В центре города. На театральной где-то там, недалеко от театральной. Принимали, так? Ну, прием вас. Проводили прием на театральной площади. Как депутаты проводятся в собрании. Да нет. Василия точно нет. А в качестве кого? Никого. Я сам болел, кстати. Я сам, по-моему, болел год назад. То есть я не мог никого принимать. Я только лекарства мог бы принимать. В газете было предложение прийти на прием, писать. Так он же не... А, писать? Да. Не принимать. Нет, не к Василию точно. Вот это очень. Вот я самих не могу. Принесу. Слышите, товарищи кое-как. Следующий вопрос, пожалуйста. Николай. Нужно ли читать книги до конца? О! Рассказать. Вообще про чтение. В деревнях считается, что чтение – это лень. Это не вариант работы. И так относишься к чтению. Есть такой классный анекдот про книжки Дмитрия Быкова. Но он просто очень толстые книжки пишет. И есть такие... Он любитель пишет за него. Нет, ну это не важно, Сан Саныч. Не перебивайте шутку. И есть, короче, есть любители и знатоки его творчества, которые говорят, что вот до двухсотой страницы он расписывается, а после двухсотой уже идет вот крутой текст хороший, и любители, они отрывают 200 страниц, отрезают просто, и читают Быкова с двухсотой страницы. И я вот тоже... У меня тоже есть... У меня есть страх перед текстом. То есть когда я вижу там какой-нибудь текст... Вот, например, «Лас на красно-харкай» – это текст без абзацев. Вот представьте себе вот перед глазами текст без абзацев. Вам же страшно будет всем. Понимаете? И, значит, у меня есть страх перед книгой, если там 600 страниц, скажем, я ее читаю не с начала, а сразу с середины. Вот. Но в принципе, да. То есть если вам уже за 30, вы, в принципе, уже сами можете предугадать, с чем все кончится. И поэтому необязательно досчитывать книжку до конца. Можно только заголовок, Арбуз. Ну, можно... Конечно, надо читать. Тогда, например, председию герметичную стать. Я даже по фамилии автора просто критиковал, например, некоторых. И по фотографии тоже можно критиковать. А книжку не читай. А так можно находить созвучие в фамилии? В фамилии хорошо критиковать моему фамилию. У кого теперь глаза? Нет. Поэты уровня Летова. Есть? Ух, да, да. Василий Мадеев, поэзию же. Я не знаю, я поэзию не очень понимаю. Я не знаю, что там это как-то стало. Нет, 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 простите. Простите, выелика, ты уж на. Вот я упринес. Вот очень хорошая книга тут. Аааа... Егор Летов, я не верю в Анасткию, вот, как бы, очень показательные стихи... Ну, то есть так, там не стихи, там про него... Намного... Ну, то есть... Мы знаем эту книгу, мы ее читали, изучали, вот и то. Спасибо. Василий у нас критик, все-таки критиков, а не поэтический критик. Вернемся снова. Нет, ну поэтический, не поэтический. Критический. Критический. Критенический. А если критики будут писать в стихах, а ты на них будешь критику, тоже в стихах? А вот надо попробовать. Сан Саныч, вот это вопрос к нашим поэтам, кстати, чтобы кто-нибудь написал. Нет, они же критики. Он написал что-то критическое в стихах, а мы посмотрим. А если ответить так же на его критику в стихах? Ну вот надо проверить, посмотрим. Это я пока за него говорю, он чуть-чуть не решает. Вот это же глупость, я сам его уплюну. Хорошо, есть еще вопросы? А с лифмой или без лифмой? Белым стихом? Свободным можно. Свободным это для лифма. Друзья мои, мы потихонечку движемся к концу. Я хотела бы сочетать еще одну цитату. Цитата не из Василия Ширяева, ну точнее из книги, но это не его цитата. Написал о нем Сергей Великов. Я правильно понимаю, как там у Рауа, да? Или нет? Зам. 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 Потому что я читала, я только предложила уже. Итак, он пишет следующее. Если критика это самосознание литературы, то критика критики Ширяева, самоирония этого самосознания. Очень тяжело вас перекрикивать. Зам Саныч. У вас такие громкие голоса? Значит, самоирония этого самосознания пишет Валерия Кустовая. Назвав Василия альтернативным критиком десятилетия, она призналась. Я мечтаю о книге Ширяева, которую квалифицировала бы как сборник критической прозы. Ну и вот ее мечта и мечта многих читателей Василия и Ширяева сбылась. И эта уникальная книга теперь у нас. На этом официальная часть нашего мероприятия закончена. Желающим могут задать еще вопрос, еще поместить. Жаня, поздравили Василия, ты слышишь? Василий, ну мы тебя поздравляем. И спрашиваем, какой терапия? Какой терапия? И еще вопрос, да, что, ну, надо поделиться. Ваше, какой терапия? Да не знаю, книжка вызвала вот эту книжку. Ну тыс, опять, я, ты не дышишь. И еще вопрос, да, опять же остается открытым. Как ее приобрести? Есть, почему? Есть, почему, где есть. Вот, ну, ждем информацию. Вот, можно рассказать, кстати. Да. С Василий, это то, знакомый, так сказать. В силу серости своей, для не вынимая две кредиции того, что происходит. То, что это явление, я думаю, будет понятно всем. И оно возникло вчера, так сказать, как-то тут некоторые выяснили. Значит, могу скоростью сказать, что у меня на кафедре, на моем рабочем столовом, висит цитата из вас уже несколько лет, так сказать. Звучит так оно. При тоталитаизме, ваше мнение, так сказать, ничего, никому не интересно. А при демократии оно должно быть правильным. Вот, так сказать. Вот я счастлив, что я знаком с таким человеком, и поздравляю его с выходом от этой замечательной работы, которая произвела такое бурное впечатление. Это я узнал у Хобсдауна. Какая у вас глубокая цитата, просто удастся. Это 22-го Собсяка. Хорошо, да, пожалуйста, продолжаем. Василий Михайлович, я вас поздравляю с коронавирусной книгой. С вами я тоже знаком, не первый десяток, а тридцатилетие. Не достался вопрос, я его не решаюсь назвать, а лучше. Вопрос правильный и по номерации, 33, я говорю, что это уже. Вопрос интересен, по сути, уверен, что вы его мне нанектовали, поэтому эта символика меня греет особо. Умрет ли литература, Василий Михайлович? Обязательно умрет. Обязательно. Но мы должны вообще встать на пути этого процесса. Но, конечно, она убьет обязательно. Но надо... Спасибо вам за столь луконичный ответ. Василий Михайлович, еще раз поздравляю вас с выпуском и выходом книги. И поверьте, искренне желаю вам последующих изданий. И хотел бы стать ценителем, обладателем вот Томика с надписью колодца и Василий Ширеев. Все-таки можете мне блузки, мол, сделать, как это, займите это произведение? Вот у меня там, сколько, шесть или восемь? Очень. Или еще один девятый. Отстань, птичьи. Экземлян, кто-то с другой стороны. Потому что уж очень аппетитственная книжка, я бы, конечно, получил, но я очень хотел бы понять, как, что нужно, что там, где ее взять. Ну все, что ты ему ссоришь? Говори, дашь, не дашь, продашь. У него просто их мало, он не знает, как у вас есть. Ну это не важно, надо заточь нас сказать. Кто первый подошел, то сейчас. Я поэтому, кто раньше стал тут красивой обуксой, извиняясь. Ну да, пошел. Нет, первый год у нас мужчина на заднем ряду. Забыла, как вас зовут? Максим. Максим, вот. Вот уже вот есть Максим. Первым был я, я с пресс-экземпромиссерами. Консаныч, вот у нас уже очередь настраивается. Консаныч говорил, что вашей книгой пользы нет, Василий Михайлович. Я сказал, я про книгу не сказал. Я сказал от его критики, по-моему, от его критики. Может, я не вижу. Может, есть, я не вижу. Чтобы разглядеть, нужно прочитать книгу, правильно? А когда я просто слушаю, слушаю, ничего не пойду. Вот и есть польза, но я такой пока еще. Субтитры написал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok